Доброе утро всем! Я Малюка! Кто проснулся рано? Кто еще проснулся рано? Мама! Папа! А, Антошка! Ты почему так рано проснулся? Я не рано... А, да, я рано. Афоня тут всегда просыпается в 6.30. Нет, чтобы поспать и отдохнуть. Да? Да. Да, хотели посмотреть мультики, но у нас, наверное, не заплачено за НТВ+. Сейчас я заплатила. Оно обычно очень быстро включается. Как только заплатил, минут через 10 включается. Так что, благо, есть Сбербанк онлайн. Так что надо... Ну, я уже заплатила. СМС-ка уже пришла, так что должны скоро включиться на мультики. Будут дети смотреть. Что ж так рано-то, да? Не будешь же так рано выходить на мультики? Мама, да, рано. А? Мама, да, рано. Рано, да? Сейчас 6.37 у нас. Мама, да, один Олег? Не знаю. За мою семью играет. Да? Иди зови его, скажи уже одеваться. Я уже вещи нагладила в садик. Уже телек включился, он включился через 15 минут. Иди ручки мой, умывайся. Слышишь? Ты же вафельки кушал. Антоха, давай одеваться. Папочка уже приехал. Зайчик, сегодня написали же в группе, что Вики Веденёвой не будет. Так что, как она придёт в садик, так я позвоню. Хорошо? Ладно? Иди вытри ручки, Афанасий. Ну, Зая, я не знаю, так написала Кианя. Так вытри их. Они мокрые, не обманывай. Иди вытри, пожалуйста. Мама, ну дай мне вещь. Так вот, сейчас я выверну. Иди вытри руки, Афанасий. Мы вяжем зелень. Петрушку начинаем, да? У нас, в принципе, только петрушка. Вообще пока. Накашиваем, как всегда, с утра побольше, пока она такая холодненькая. Папа! У нас опять из-за ветра, что-то с телеком. Папе приходится лазить. Криша тут занят, да, сына? Что ты делаешь? Мы сочиняем свой рассказ. Да, потом будешь нам читать. Как называется? Пожарный пёс. Я сначала его вдумал, потом... Начал писать, да? Уже половину этого прописал. Ну, молодец. Давай, потом придешь, почитаешь нам с бабушкой из Вешки, ладно? Конечно, я сам сейчас это в уме говорю себе и записываю. Мне самому интересно, что... Чем это? Закончится? Да, ага. Закончится чем угодно. Кто? Этот рассказ. У меня воображение... Но я уже знаю, чем. Ну, всё, давай, с ним отпиши. Тут всё, я маму прочитал. Мама... Одобрила, да? Угу. Про что тут? Пожарный пёс. Ну, присядь, ещё прочитай. Ещё раз? Угу. Это могу и сейчас... Вот это всё я писал, конечно, это... Пальц сейчас болит. Да? Ага. Ну, думаешь, это легко? Писать? Да. Ну, я не знаю. Ручку держать квадратную. Пожарный пёс. Однажды жил, был пёс. 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 очень красивая. Так что сейчас будем делать и печь прянички. Так, вот такие вот прянички спеклись. У меня это 200 градусов 10 минут ровно. Вот так вот. Теперь это все остынет, я все это уберу. Это из одной половины теста, еще половина теста в холодильнике. Да, вот пряники же испекла. А мармагин? Зая, они горячие, только я их достала. Ничего, как? Зая, горячие. Ну, как-нибудь. Ну, пусть остынут, потому что нельзя есть горячее тесто. Минуты где-то через 10. Раду. Так, я вам, кстати, набрехала. Сейчас пробовала печь на 180 градусов, и они получились мягче. 180-10 минут. Вот. В общем, вот такие миньохи еще будут. У меня есть формочка, сейчас покажу. С миньонами. Попробую их раскрасить. Не знаю про то, как я это буду делать. Не знаю. Платье сама буду сочинять, как раскрашивать. То есть, вот эти прям мягкие-мягкие. А вот эти, не знаю, почему уж тесто тонко раскатало. В общем, они потверже. Но мы их так съедим. Они вкусные. Нереально, но потверже. Вот это вообще тонко, когда-нибудь, как тесто. И здесь, получается, аж прям подгорело. Ну, ничего страшного. Все приходит с опытом. Вот этот мягкий. Я прям это чувствую. Вот так вот. Вот он, мой миньончик. Буду пробовать расписывать миньонов. Не знаю, что получится. В общем, потом будем вместе, в общем, с вами это делать. Посмотрим. Так, вот столько вот пряников получилось. В общем, ужасно сейчас печь, потому что напряжение. Напряжение ужасное. Последняя партия пряников пеклась 12 минут, а не 10, потому что мне показалось, что они вообще не подрумянины. В общем, я думаю, что духовка жарит по-разному, потому что напряжение. Жара ужасная. Кондиционеры по-любому работают у всех, поэтому у родителей даже напряжение до 180-160 падает. То есть, какой у нас есть, сейчас точно не знаю, но я думаю, что тоже как-то перебои с ним есть, поэтому духовка жарит по-разному. Ну, в общем, вот так вот. Все, сейчас продолжаем вязать. Уже родители приехали, Степа приехал. Так что пошли работать по-настоящему. Привет! Роза! Покажем. О, обалдеть! Роза! 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 А что это такое? Морковочки в кадре. А это что ты принесла за бумажечка? Не стишок, Антоша? Это мне сектор. Антош, не стишок? Это не стишок, это стишок с Сенки. Тебе? Да, мне. Так и отдавай. Не стишок? А тут страницы и тут. А что это Морковида? Какими судьбами она одна к нам сюда к вам накутала? Таскать, зал, дяде, вон. Да? Так, мы на каратэ с Григорием. Сегодня надо брать защиту, сегодня бои будут. И кепку, пожалуйста, не забиваем, сынок. Приехала на заправку, у нас первый раз в очереди. Представьте, в станице на заправке. Я вообще в шоке. Никогда даже такого не было, что почилить станицы на заправке. Не знаю почему. Так, мы приехали домой. Рексик тоже вышел нас встречать. Да, Фоня? Да. Он же большой какой вырос. Он вообще-то и был большой, то у нас же Нева была маленькая, да? А нету. А нету? А где она? А Коля. А Коля. Ушла? Мама, я вон. Так, скажи, Рексик, нельзя. Фу, выходи. Все, видишь, вышел. Он молодец, он слушается. Ты тоже слушаешься, Афань? Правда, люди это не собаки. Мама, лень. Лапки у него, да? А где, куда? Лапки. Лапки большие у него. Мама, лень. Надо так пальцем на него показывать. Вот лапки. Ну, что ты так на него показываешь? Все, пошел погулять. Да. Сейчас тебя будут кормить, Рексик. Сейчас папа его покормит, да? Ах, а лень. Мама, тут. Рекс, фу, нельзя. Выходи. Рексик, выходи. Фу, нельзя. Выходи, выходи. Рексик, выходи. Выходи. Нельзя, 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 зайка. Нельзя, молодец. Жди тут папу. Жди папу, зайка. Зайка. Ты такой зайка. Купила Марсику корм, наконец-то, тоже все время забивали губки для мытья посуды, что еще купила, пересадить орхидейку, как отсветется небольшой горшок, не могла найти, вот увидела в оазисе, 70 рублей стоит, самое главное, что он с подставкой, потому что, я не знаю, многие горшки для орхидей без подставок, не знаю почему. Так, упаковку стычек, что-то я не помню, есть они у нас или нет, но купила на всякий случай, и вот такие вот пакетики, 100 штук пакетов, я так понимаю, что они вот такого вот, побольше никого размера, чтобы их удобно было одевать на стакан, чтобы, ну, в общем, для пряников, 120 рублей 100 штук. То есть, что получается? Рубль 20 один пакетик, да? Я, кстати, покупала в магазине у нас в другом станице, чуть побольше пакетики, они стоили по 2 рубля, а вот эти по рубль 20, побольше даже. Так, ну что, на сегодня все. Я уже, если честно, лежала, засыпала. Дети смотрят мультики, мы с женей болтали. Вот, сейчас пойду выставлю видео и пойдем спать. 10 часов уже у нас дети постелились, на кухне будут спать, а Фаньков уже спит, потому что все-таки садичный режим его выматывает. И вот эти игры потом после садика на улице, это тоже для него прям целый аттракцион какой-то. Так что он очень быстро засыпает, никаких конюченей нету. Слава богу, все нормально, он уже как взрослый. Просто идем ложиться спать. Вот. Что хотела еще вам сказать? Что сегодня прекрасный был вечер. Если честно, я тут по магазинам проехала. Я не знаю, какое-то уже стало старее и начала сравнивать цены. Знаете, в одном магазине столика, в другом столика. Причем цены есть разные. Вообще разные. В плане того, что одна и та же вещь стоит 50 и 37 рублей. Вообще одна и та же вещь. То есть там, не знаю, ну, блин, мне кажется, это достаточно большая разница для каких-то таких, да, вроде бы мелочей, там, не знаю, каких-то пакетов, да. Вот прям разница вообще большая. Поэтому я сегодня была в магазине Оазис у нас в Танице. И там прям цены. Я не знаю, почему. Я не знаю, мне кажется, все базы там на Уральске, они все одинаковые, все туда ездят. Поэтому, не знаю, в чем там заключается разница, но, блин, цены вообще разные. Ну, может быть, там что-то есть дороже. Поэтому, не знаю. Но то, что я видела, там было дешевле. А это пакет. Какая-то мелочь, да? Но, блин, они же каждый день пользуются, используются и выкидываются. В общем, все, сейчас иду выставлять видео и спать. Сегодня не так круто спать, как вчера. Ветерка нету такого. Сквозняка такого хорошего нет. Поэтому сегодня все-таки будет душновато. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok